Аллергический ренит Симптомами аллергического ренита есть 4 симптома. Это заложенность носа, выделение из носа, зуд и чихание. В зависимости от формы аллергического ренита эти симптомы могут разняться по силе и по превалированию того или иного симптома. Аллергический ренит бывает круглогодичным и сезонным, персистирующим и интермитирующим. И в зависимости от этого есть вариации симптомов. Например, сезонный аллергический ренит имеет такие синонимы, как пыленос или сенная лихорадка. И слово лихорадка в данном случае не является случайным, потому что это действительно довольно тяжелое состояние. Симптомы, которые невозможно не заметить. Бурные проявления, бурное выделение, сильная заложенность, присоединяются глазные симптомы. В общем, есть почти все четыре симптома в крайней степени проявления. При круглогодичном аллергическом рените симптомы могут быть не сильно выраженными. Пациент может даже иногда сперва не догадываться, что это аллергия. Ренит вроде бы и есть, а вроде бы его и нет. И это есть более опасная ситуация, потому что сезон аллергическим ренитом пациенты в достаточной степени. Вовремя обращаются к врачам и профилактируют осложнения. А вот с круглогодичным аллергическим ренитом, который то ли есть, то ли нет, часто не обращаются вовремя и допускают некоторые осложнения аллергического ренита. Причинными аллергенами для аллергического ренита являются внутрежилищные аллергены, бытовые, так называемые респираторные круглогодичные аллергены, пыльцевые аллергены в случае сезонной аллергии, а также пищевые аллергены. Мы все с вами привыкли, что у взрослого человека кожное проявление аллергии являются обусловленными пищевыми аллергенами, а, например, ренит и бронхит аллергический, не бронхит аллергический, а, например, астма, все-таки чаще обусловлены респираторными аллергенами. Ну, например, у детей до 12 лет пищевые аллергены могут давать респираторные проблемы, и наоборот, эпидермальные аллергены или респираторные могут давать кожное проявление. Диагностируется аллергический ренит несколькими способами, ну, прежде всего, это в случае лор-врача, это осмотр носовой полости, в отличие, например, от врача-аллерголога, он вряд ли может осмотреть. И есть определенные патогомоничные симптомы при осмотре, ну, как правило, это отечность, но бледность слизистой оболочки, и обильные пенистые, как правило, прозрачные или белесоватые выделения. Также для диагностики еще до осмотра важен сбор анамнеза и жалоб, и для постановки аллергологического диагноза порой анамнез является чуть ли не решающим фактором. Тем не менее, для подтверждения диагноза необходимы лабораторные обследования, они делятся на общие и специфические. К общим относятся, например, эзинофилия крови, эзинофильный катионный белок и общий иммуноглобулин И. Надо отметить, что общий иммуноглобулин И, например, у аллергиков примерно у половины, может немного больше, может быть нормальным, и наоборот, он может быть повышенным у неаллергиков, например, у пациентов с какой-то паразитарной инфекцией. К специфической аллергодиагностике относится аллерген специфическая диагностика, непосредственно во время которой мы выявляем причину аллергии, и, соответственно, понимаем, в каком из трех направлений мы движемся в плане лечения. Продолжение следует...